Здравствуйте! В эфире Углегорские новости в студии Елизаветы Кипарисова. Наша информационная служба готова рассказать об итогах этой недели. Закроют или нет? Самый острый вопрос. Мэр Углегорского района возобновил очные встречи. Жители требуют ответов. Жительница Шахтерска устроила охоту на бездомных животных. Электронная, но опять очередь. И еще один повод для недовольства работой Почты России. Мы попробовали выяснить, как сделать женщин Углегорского района счастливыми. Всю неделю жители Углегорского района обсуждают возможное закрытие населенных пунктов. Напомню, 26 февраля вышел наш специальный репортаж. Через годы на карте района могут остаться только Углегорск и Шахтерск. Почти все сельские многоквартирные дома признали аварийными. Люди не согласны и требуют ответов. Жители Башнякова уже подписывают протест и организовали сбор подписей. На данный момент документ подписали 200 человек. Цифра увеличивается. Мэр Сергей Дорощук возобновил свои встречи с населением. Как прошла первая, как раз в Башняково, сейчас расскажем. Прошла неделя после выхода нашего специального репортажа. У жителей Башнякова пока больше вопросов, чем ответов. Где они будут жить через пять лет? Где будут работать? И самое главное, что будет с Башнякова? Мне 60 лет, куда я поеду? Указ, приказ закрыть и все. 4,5 тысячи просмотров на YouTube-канале. Почти столько же в Instagram-аккаунте. Новость о том, что 12 населенных пунктов Углегорского района могут закрыть, обсуждают и комментируют. Интересно, сколько Москва заплатила Дорощуку? Люди годами не могут добиться признания аварийного дома. А тут сразу несколько сел. Это просто дно. Ребята, не сдавайтесь. Точно задумали очередную аферу. Им земля ваша приглянулась или кому-то из Москвы. Больше часа про Башнякова говорили на радио СОВА. Развивать или расселять? Ответ на этот вопрос журналисты из Южно-Сахалинска не нашли. Это все не мы, это все Углегорск. Это все Углегорский район. Они подняли бучу. И спасибо огромное журналистам Углегорских новостей. Совершенно прекрасное видание. Которые вдруг... Они поехали в Башняково. Они поехали в различные села Углегорского района. И взяли интервью у местных жителей. Чтобы вы понимали, 15 тысяч квадратных метров или 400 квартир к 2023 году мы построили. Потому что для этого у нас есть уже все. У нас есть земля, у нас выделены финансы и у нас есть контракты. Почему когда приезжали, господинцы были видели, а почему у вас не видели? Вы не знали, что вам говорили. И первое, что вы решили нас, право на приватизацию. Отверьте нам, пожалуйста, каким образом весь район лишился этого права. Вы посмотрите, сколько домов списано. Покажите нам документально какую-то одну видеофиксацию или фотофиксацию. То, что наши дома непригодны для проживания. Все это похерить сейчас и все. А людей куда? Копытло загнать и все. Что вы предложите нам? Скажите, пожалуйста. Башняково на село Умирающее мало похоже. А дома выглядят так, что их заселять надо. Но это жителям придется еще доказать. Всего 11 пунктов документов. Ни одного документа нет. И как на основании этого сделают? На основании тогда чего? Ну, это студенческая работа. Вы понимаете? У нас даже вот конкретно по нашему дому на поле скинула. У нас даже фотография чердака кровли. А на самом деле это подъезд. Мы настаиваем на проведении настоящей техэкспертизы, чтобы мы этих экспертов видели. Тезис на экономика все еще конечная. Жилой фонд все еще аварийный. Из серьезных изменений. Работы хватит не на 5, а на 10 лет. В июле месяца этого года 5 миллионов фонд добавится по южно-анайской лицензии. То есть, его будет 15 миллионов. Значит, в случае увеличения, возможно, добычи до 1,5 миллиона – это 10 лет. Да как минимум. Все угли в сходке. Ответы на свои вопросы жители Башнякова так и не получили. А точнее, не получили ответы, которые их бы устроили. Поэтому пока на сцене вспоминали законы и статьи, жители вспоминали о домашних делах и своей жизни. Пока еще Башнякова. Вставали, не стесняясь, и уходили так же, не прощаясь. А что же, слушай, надоело. Никакой конкретики, вообще никакой. 10 лет мы еще здесь поживем. Куда он переселять, пожалуйста. 10 лет только он сказал разведанных запасов. А не разведанных сколько. Дело в том, чтобы переселять в Шахтерск. А в Шахтерск какой смысл? Там свои люди без работы сидят, там нет работы. Шахту закрыли, все закрыли. Мы здесь родились, выросли, у нас дети, работа. Вот куда мы поедем в Шахтерск, там мы не нужны, там своих давят. Уезжать не хотим, в Шахтерск особенно. Там нет работы, людям там будет очень трудно. Где гарантия того, что через 3 года месерва вот эту руку не закроет, которую кормит район, он ее не закроет и не покажет совсем другую фигуру. Вопросы из зала и вопросы из спецрепортажа. Мэру Углегорского района пришлось не только отвечать, но и объяснять свои ответы. В этом случае мудрый урок про «никогда не поздно» не подходит. Про такое точно надо было раньше говорить. Екатерина Петрова, Александр Гагаркин, Углегорские новости. Ну а на следующий день, 3 марта, Сергей Дорощук встретился с жителями села Поречья. Опять же, самый острый вопрос – переселение. И волнение по поводу ближайшей перспективы – закрытия сельского клуба. О том, как все прошло, в материале Дарьи Кораблевой. Я допожу сейчас до вас информацию. Вот теперь, вы смотрите, мы там признали дома аварийными, обследовали, посмотрели. Вы, в принципе, и без меня знаете состояние своих домов. Хорошие. 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 Они не заходили во двор, они через забор, который 10 метров до дома смотрели. Я подошел к забору и спросил, ребят, что-то потеряли? И говорят, да нет, вот мы обследуем. Как ты обследуешь? Он сказал, сколько лет домов, еще около 40, еще столько простоит, и ушел. Все многоквартирные дома в Поречи были признаны аварийными. По словам местных жителей, дома хорошие и комфортные. Никакой проверки не было. У нас вот дома по нашей улице новые, вообще новые дома. Хорошие дома, вот в 91-м их только сдали, двухквартирные, хорошие. Все, они стали аварийными, все дома, все в Поречи. Это делается потихоньку выживать, выживать людей. Детский сад закрыли 5 лет тому назад, наверное. И также Лерой Щук сказал, что экономия, невыгодно содержать работников детского сада, потому что сильно много отопления берет. До сегодняшнего дня отопление, отапливается помещение, но уже пустое. Понимаете, о чем дело? Теперь взялся за администрацию, за клуб, библиотеку. И последнее учреждение будет школа. Все, деревья тут делать нечего. Но даже в таких условиях уезжать с Поречи не хотят. Ваша администрация хотелось бы сделать. Что-нибудь построено? Ни дороги нету. Воду грязную. Что-нибудь вы здесь построили? Да. Что же у нас? Мост построен. Несмотря на отсутствие нормальной инфраструктуры, людям есть чем заниматься. У многих фермерские и подсобные хозяйства. В Углегорске, по словам жителей Поречи, им делать нечего. 90-е пережили, а вот в этот год будет исчезать с леса, с земли, сельский населенный пункт. Это нормально или нет? Поречи нельзя строить, Никольский строить нельзя. У нас земли много. Постройте хорошую деревню, село городского типа, чтобы люди там жили, радовались, обувьцы выращивали. Кто нас кормить будет, если села закроют? Встреча эмоциональная для всех. Уже на обсуждении первого вопроса о поставке комбикорма в Поречи зал покинул первый житель. У меня всего одна корова и нечем ее кормить. Я пенсионер, у меня пенсия 15 тысяч. Вот и прикиньте, я должен есть, жена должна есть и корова должна есть. За ним ушли и другие. На вопрос, почему, отвечают. Дискуссия бесполезная, власть не услышит. Куда переселяться? Мы здесь родились, мы здесь выросли. Наши прадеды и деды все восстанавливали, горбатели, а сейчас все бросить и ехать. Встреча длилась два часа. По словам жителей Поречи, ответы на свои вопросы они не услышали. Конкретики тоже. Чтобы село не закрыли, все возьмут в свои руки. Мы еще не закончили, мы документы будем передавать. Вместе с селом Машняково соединяемся и будем выставлять свои, чтобы сохранились вместе мы. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин. Углегорские новости. А 4 марта мэр Углегорского городского округа провел встречу с жителями Лисогорского. И вот эти люди приехали, обследовали здание. Когда они приезжали? Вот этот вопрос мне... Ваня, Иисус не ковидит? Он говорит, нет, и я нет. Но это не значит, что его нет. Если вы этих людей не видели, это не значит, что их не было. Они не обязаны были постучать к вам каждому в квартиру. Не обязаны. У них в этой обязанности не приходило. Не обязаны каждого в проект сформировать. Это правда. Обсудили сельские перспективы расселения из аварийного жилья, доступность медицинской помощи. Как и в других селах, решения о переселении местные жители не поддерживают. В селе проживает порядка 170 человек. Ведь для того, чтобы нормально, комфортно жить по новому адресу, в новой квартире, допустим, необходимо людям обеспечивать... Ну, понятно, что инфраструктура необходима для отдыха, для образования, но необходима работа, рабочие места. У меня такие уже мысли были, то есть обратиться куда-то выше, чтобы как-то обратили внимание на наши селы. То есть здесь и туризм можно развивать. Здесь какая красота у нас. Шокирующая новость из Шахтерска. Местная пенсионерка устроила охоту на бездомных животных. Соседи поймали женщину буквально за руку. Подробности далее. У меня в руках рассыпается этот пакет с едой, с этим стеклом. Вы, говорю, знаете, что вы просто убиваете вот этой едой собак. Обычная многоэтажка в Шахтерске, правда, с не вполне обычными жильцами. Женщина в преклонном возрасте обрекает животных на мучительную смерть. Пострадать могут не только уличные кошки и собаки, но и домашние. Тот самый пакет со смертельным угощением. То, как пенсионерка бросает его собакам, увидела наша собеседница Ольга. Она подобрала сверток и ужаснулась тому, что внутри. Я пробежала по соседям, у кого есть домашние собаки. Показала, чтобы они были внимательны, привыкли собак. Потому что это ужас. Просто когда я увидела вот эту массу стекол, я просто в ужасе была. Пенсионерка, говорят соседи, ведет довольно уединенный образ жизни. А когда выходит на улицу, животные разбегаются, поджав хвосты. Они ее боятся. То есть этот человек выходит из дома, и они ее боятся. Они чувствуют, что что-то нехорошее на них надвигается. О том, что движет пожилой женщиной, узнать так и не удалось. Дверь для нашей телекомпании осталась заперта. Алина Голоскок, Александр Гагаркин и Евгений Мелехов. Углегорские новости. Проблемы заснеженных крыш в Углегорском районе остаются по-прежнему актуальны. Несмотря на работу коммунальных служб, жалобы от жильцов района не прекращаются. Почему? Сейчас расскажем. 2 марта. С 23 февраля прошла неделя. Никаких крыш никто не чистил. Надо, наверное, в прокуратуру писать. А вот и последствия. После этой сосульки огромной веревки были оборваны. Ну, заранее. Нами лично. А вот трубы железные сломала вот этой вот ледышкой. Вот ее тут погнуло. Улица Свободная, дом 4. В редакцию углегорских новостей обратилась жительница многоэтажки Ирина Бубенцова. Проблема – огромная льдина на крыше. По словам Ирины, за всю зиму дом от снега и льда ни разу не чистили. У нас уже с 22 числа февраля висит эта сосулька. Она висела очень большая. Потом она отвалилась и оторвала нам палки, которые для белья. Я в шоке. Почему? Как? Вот на протяжении недели никто ничего не делал. И как так можно вообще к населению относиться? Почему же КХ можно портить наше имущество? Для решения проблемы редакция углегорских новостей решила обратиться напрямую в управляющую компанию. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, молодой человек, можно обратиться к вам по поводу дома? Обращайтесь. Дело в том, что на улице Свободной 4 уже месяц, наверное, ледяную глыбу убрать не могут. И я боюсь, что она вся шмякнется на мой балкон. А она не шмякнется на ваш балкон. А они туда не вылезут, потому что они могут... Ну, есть такая опасность, что они могут вместе с этой глыбы уехать. Ага. Ну, то есть я правильно понимаю, что это так и будет висеть? Ну, она упадет рано или поздно. Ну, а есть вероятность того, что она упадет и все повредит? Например, веревки была там одна часть. И на веревке моей улетела, и веревок у меня сейчас нет. Сейчас нет веревок? Ну, конечно, потому что сорвало. Ну, все, она на балкон в любом случае не упадет. Ну, то есть волноваться мне не надо, да? Да, нет, нет, не надо. Нет, конечно. Итог. Чтобы проблему решить, придется ждать, пока льдина сама упадет. Стоит только догадываться, куда. Подобный случай уже произошел на улице Красноармейской 3. Там снегом завалило вход в службу государственной статистики. И льдом пробило козырек. Любовь Балакирева выйти не смогла. Дверь была буквально замурована снежной лавиной. Ну, пятницу, часа где-то полчетвертого в четыре, был сильный грохот. Я, как и прежде, не обратила на это внимание и продолжала работать. Около шести часов я стала выходить домой. Не могла выйти. Дверь заклинила. Посмотрела в окно, смотрю, вот разбито, как бы там верх разбит. Я тут же позвонила в диспетчерскую, обратилась. Мне тут же была оказана помощь. В управляющих компаниях есть график расчистки крыш. Уточнить о времени и дате можно по телефону в отделе ЖКХ 43042 или в своей управляющей компании. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин. Углегорские новости. В Сахалинской области возобновили диспансеризацию жителей. В связи с улучшением ситуации по COVID-19 сняли ограничения на проведение профилактических мер. На островах ситуация с коронавирусом улучшается. По словам главного внештатного инфекциониста Сахалинской области Оксаны Солониной, расслабляться все равно не стоит. В Сахалинской области зарегистрировано более 21 тысячи случаев заболевания. Около 20 тысяч выписано. Чуть больше тысячи человек проходят лечение. Вакцинацию прошли более 28 тысяч человек. Электронная очередь на почте России должна была снизить нагрузку, но лишь усилила напряжение. Услугу активно обсуждают на местных форумах. В чем дело, расскажем далее. Так сложилось, что поход на почту России у нас ассоциируется с очередью. И чаще всего постоять мне действительно приходится. Но этого можно избежать – воспользоваться электронной записью. С 2016 года почта России начала внедрять новую систему работы – электронную очередь. Цель – сделать процесс обслуживания граждан более комфортным. В Углегорском районе эта система появилась в середине июня 2020 года и должна была снять напряжение. Но получилось наоборот. Вот хочется сказать о почте в Шахтерске. Отстаиваешь очередь за посылка минут 40. И вдруг приходят друзья, сидящие перед этой очередью. Почтарь объявляет этой самой очереди, что пришедший с улицы имеет электронную очередь и начинает его обслуживать. Это и есть подлость этого чела. У нас в Шахтерске электронная очередь только есть в Сбербанке, где есть сенсорный терминал и несколько дисплеев и регистраторов. Ничего подобного в почтовом отделении Шахтерска нет и не предвидится в ближайшие годы. И не надо обманывать народ, выдавая желаемое за действительное. Электронная запись может сократить время ожидания до 15 минут, а обслуживание до 5. И точно снизить количество конфликтов. Мы стремимся, чтобы взаимодействие Почты России с клиентами были максимально комфортными. К сожалению, в настоящее время мы испытываем кадровый дефицит. Возникают конфликты, что говорить, потому что есть недовольные, поскольку по записи. Но тем не менее мы стараемся в обслуживании никому не отказывать. И те, кто записался, производить полное их обслуживание. Отсутствие рабочих кадров накладывает свой отпечаток на скорость работы. А ещё не все жители Углегорского района знают о возможности записаться в электронную очередь. Или не хотят ей пользоваться. Нет, если честно, нет. Я второй раз здесь на почте посылочку так получаю. Знаю, что можно зарегистрироваться, записаться в отделение через приложение телефона. Но сама лично я этого ещё не делала. Нет, не пользуюсь, мне лучше пройти. Потому что я сижу с маленькими детьми, со своими внуками, мне хочется на улицу выйти. Я записалась через приложение Почта России, потому что это удобно, сокращает время. И по возможности даже можно посылку практически полностью оформить даже дома. Это сокращает время. Удобно приходишь в отведённое время. Единственный недостаток только один оператор. Приходится иногда ждать. И народ возмещается. Электронная запись доступна на сайте Почты России или в мобильном приложении. Нужно пройти регистрацию, выбрать свободную дату и время. А также, если это необходимо, заранее оплатить услугу. Елизавета Кипарисова, Александр Гагаркин, Евгений Мелехов. Углегорские новости. По вопросам рекламы и объявлений вы можете обратиться по телефону 43 021 и 8 924 283 04 47. Ну а прямо сейчас короткая реклама. Не переключайтесь, скоро вернёмся. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! В этом году Международный женский день приходится на понедельник. В связи с этим нас ждут три выходных дня. Суббота, воскресенье и понедельник. После праздника следует четырёхдневная рабочая неделя. В этом году 5 марта официально не является сокращённым рабочим днём. От лица нашей телекомпании поздравляю всех женщин с наступающим 8 марта. В преддверии праздника редакция «Углегорских новостей» решила выяснить, чего же по-настоящему хотят женщины и что задумали мужчины. День уважения и день любви к женщинам. Конфеты и цветы. Нужно срочно что-то менять. Важно дарить женщинам то, что им действительно хочется. А о чём они мечтают, узнаем прямо сейчас. Внимание, заботу и любовь. Ну цветы, а главное любовь, внимание, мужчины, всё. Я даже не знаю, цветы, какие-нибудь украшения, наверное. Ну как обычно, наверное, цветы. Что они ещё могут подарить? Много чего. Ну цветы неплохо было бы. Да ничего я не хочу, уже мы старые, что мы хочем. Ну не знаю, может быть какой-нибудь букет цветов красивый, я не знаю. Ну нежелательно бы, конечно. Думаю, любви и цветов. Как думаете, что хотят женщины на 8 марта? Цветы, любовь. Даже не знаю. Погода, чтобы была хорошая. И настроение. Не знаю, не задумывалась об этом. Какой-нибудь подарок такой, ну не знаю. Даже не знаю. А что вы подарите своей женщине? Что подаю, я ничего не подарю. А как? Ну у меня старая. Самые ласковые слова. Наверное, цветы и внимания. Цветы и только цветы. Цветы. Цветы и золото, соответственно, чужие. Цветы. Ну и не знаю. Что бы хотела получить женщина на 8 марта? Смотря какая. Ну, подарок. А какой? Ну, у каждого свои интересы. На прошлой неделе Валерий Лимаренко снял очередные антиковидные ограничения. Решение касалось проведения массовых мероприятий. Требования по количеству людей были отменены. За этот период времени мы делали концерты в видео формате. И когда ты не получаешь никакой энергетики из зала, ты слишком такой пустой, думаешь, ну и что это такое, как это вообще? Такого не должно быть. Обязательно должен быть зритель. И зрители будут. 8 марта в 13.00 в РДК «Октябрь» состоится праздничный концерт под названием «На территории сердца». Водителям автобусов запретили высаживать детей без билетников до 16 лет. Такой закон подписал президент России. Если несовершеннолетний ребенок едет без родителей и по различным причинам не может оплатить проезд или проездной оказывается нерабочим, водитель или кондуктор не имеет права выгонять без билетника из автобуса. Мы уже провозим детей бесплатно в зимний период, уже второй год. Что будет летом? Летом проблемы возникнут очень большие. Да, они будут пользоваться этим законом и, естественно, они будут ездить бесплатно. Вопрос только за чей счет? Представляете, если в автобус залезет пол автобуса детей и все будут бесплатники. Всем захочется проехать бесплатно. Что делать? За чей счет поедут? Мы, естественно, будем руководствоваться законом. Высаживать детей никто не думает даже. Будут ездить. Но как дальше быть, я не знаю. На сайте Федеральной налоговой службы появился пилотный проект «Мои чеки онлайн». В нем хранятся данные о покупках, которые были оплачены банковскими картами через приложение и сайты. Также на сайте можно отследить свои траты на мобильную связь, такси, заказы еды за последние три года. Со временем к ним добавятся и другие расходы. Данные доступны не только владельцам, но и налоговой службе. Для просмотра чеков нужно открыть сайт налоговой службы, ввести номер телефона, которому привязана банковская карта. Некоммерческие организации Углегорского района могут выиграть грант 100 тысяч рублей. Это касается тех, кто занимается социальной деятельностью. После того, как все некоммерческие организации предоставили нам документы, мы формируем конкурсный пакет документов, которые направляем в конкурсную комиссию. Конкурсная комиссия рассматривает данные конкурсной заявки и оценивает их по следующим критериям. Это соответствие направлениям деятельности и направлениям самого конкурса. Также соответствие целям и задачам, прописанным в конкурсной заявке. То есть все цели и задачи должны быть прописаны понятно, конкретно. Конкурсные заявки и необходимые документы будут приниматься до 2 апреля. В отделе по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью Углегорской администрации. Контактный телефон 43-184. Победители конкурса определят до 9 апреля. Мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Максим Колобов вернулся домой с чемпионата мира среди юниоров до 21 года, где занял третье место в командном зачете. В составе национальной команды также были спортсмены из Татарстана и Нижнего Тагила. Россиянам удалось обогнать 9 команд из разных стран. В командном зачете уступили Австрии и Словении. Кроме командного зачета, Максим Колобов должен был выступать в личном старте. Но на трамплине спортсмены дисквалифицировали из-за неправильного замера комбинезона. Самое большое впечатление было, когда мы стояли внизу, волновались, смотрели на друг друга и болели друг за друга, когда прыгали вместе. Сейчас Максим готовится к соревнованиям за континентальный кубок в Польше, затем отправится на Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Словении. Я же на этом с вами прощаюсь. До встречи! Субтитры предоставил DimaTorzok В воскресенье ожидается переменная облачность. Днем температура будет минус 10, ночью минус 13. Ветер умеренный. В понедельник, 8 марта, по прогнозу, будет ясная погода. Температура днем минус 6, ночью 15 мороза. Ветер небольшой, до 7 метров в секунду. Во вторник переменная облачность, небольшой снег. Днем нулевая температура, ночью минус 10. Ветер умеренный. В среду облачно. Днем нулевая температура, ночью 15 мороза. Порывы ветра до 15 метров в секунду. В четверг ожидается переменная облачность. Днем минус 1 градус, ночью минус 4. Ветер до умеренного. В пятницу прогнозируют пасмурную погоду, снег. Температура воздуха днем минус 4,5. Ночью 7 градусов ниже нуля. Порывы ветра до 9 метров в секунду. Это был прогноз погоды на неделю. С наступающим. Продолжение следует.